Библия то мы можем с вами сделать такое маленькое приложение к этой теме перебросить мостик в советскую эпоху и посмотреть как сложилась судьба Библии в советскую эпоху можно прямо такое сделать под заголовочек судьба Библии в советское время с 1921 года и до 1956 года Библия в СССР официально не издавалась вот в этот период времени не было изданий Библии внутри страны верующие могли пользоваться или вот теми запасами которые были еще у предков в сундуках или еще где-то или же теми экземплярами, которые каким-то образом попадали из зарубежных стран ну иногда были там официальные разрешения чтобы ввести нескольких экземпляров из Америки, из Англии, из Германии иногда неофициальным путем ввозили а внутри не издавалось большевики в большевике проводили специальный реестр всей литературы, которая досталась от царского режима ну главным цензором в этом деле, главным таким ревизором была супруга Владимира Ильича Надежда Крупская ей было поручено возглавить это дело проверить книгохранилища, списки, реестры и определить правила такие что можно оставить что или запрятать глубоко в книгах хранилища или вообще сжечь так вот, был составлен такой реестр и там, где значилась Библия то, наверное, по указанию Крупска Библию отнесли в разряд порнографической литературы якобы вредной для советского читателя но, скорее всего, это был просто такой официальный повод лишь бы на что-то сослаться нельзя допустить Библия стояла в одном реестре с порнографической литературой это в начале 20-х годов они занесли ее в такой реестр но потом, видимо, вывели все-таки из-под такой шапки но оставили Библию в закрытых фондах в закрытых библиотечных фондах я тогда попробовал такой эксперимент маленький провести пришел в областную библиотеку, в научную спросил у библиотекаря а можно ли взять у вас Библию библиотекарь мне ответил Библия у нас есть но хранится она в закрытом фонде и выдаем мы ее только специалистам только специалистам выдаем ну а кто тогда подразумевался под специалистами? это были в 80-е годы начало 80-х годов два рода специалистов атеисты, пропагандисты и сотрудники КГБ вот в основном две категории могли иметь доступ к книгохранилищам и литературе такого рода в 70-е годы 20-го века в СССР возникло даже такое движение подпольное диссидентское подпольное движение за за право человека на Библию за право человека иметь доступ к Священному Писанию появились такие смелые люди диссиденты они стали писать письма там в правительство в Министерство культуры чтобы каждый человек имел доступ к Священному Писанию этих людей сажали по политическим статьям давали строки там 3 года, 5 лет но все-таки вот такая попытка была со стороны благородных личностей они сами не печатали ну скорее всего они каким-то образом привозили из-за границ экземпляр Священного Писания хотя это тоже очень строго и каралось, и отслеживалось я помню вот эти книжки атеистические и другие где Библию приравнивали к динамиту Библию называли диверсией без динамита потому что если где-то на границе кого-то останавливали с экземплярами Священного Писания то таковых числили как идеологических диверсантов официально в принципе там разрешалось один экземпляр при себе иметь если там иностранец едет например в Россию в декларации там он указывает что Библия у него один экземпляр могли не придраться если больше экземпляров то уже или отбирали там или еще что-то такое какие-то меры предпринимали и вот далее мы с вами как раз сталкиваемся с таким явлением которое мы обозначили как мета-исторический момент действия промысла Божьего в 1990 году в 1990 году в России вновь воссоздается российское библейское общество вновь начинает работать библейское общество российское вот посмотрите какой громаднейший период в 1826 году было закрыто начало 19 века конец 20 века вновь открывается и начинает работать на тех же принципах те же самые принципы межконфессиональная основа сотрудники библейского общества и среды православных католиков, протестантов в начале президентом этого общества предлагалось быть священнику Александру Меню он же в общем-то был инициатором воссоздания общества он первый эту идею подал мы остановимся на ней ну да, немножко скажем по ходу дела ему же и предложили возглавить библейское общество но он отказался сославшись на большую занятость потому как стали открываться большие возможности для проповеди для просветительства он начинал выступать и на радио и на телевидении по сути дела когда свободу неожиданным образом пришла в нашу страну в церквах практически не было людей которые были готовы пойти в мир в общество и выступать в различных аудиториях он фактически был один единственной личностью который был готов к такому служению и очень сильно был загружен потому он отказался президентом тогда назначили Аверинцева вот того Аверинцева которого зачислили в разряд последних интеллигентов в России вместе с академиком Лихачевым ну Аминь был помощник естественно он очень активно участвовал в работе вновь воссозданного библейского общества Аверинцев на поле распорядания не Аверинцев ну он он наверное был больше привязан к православию но это был православный такого открытого типа не замкнутый не изолированный а готовый вести диалог со всеми и сотрудничать с верующими разных конфессий заместителем Аверинцева был избран наш брат баптист Бычков Бычков А.М. Алексей Михайлович тогда он был так называемым генеральным секретарем союза баптистов СССР была такая должность Бычков часто рассказывает как он познакомился с Александром Мени со священником он же был пресвитер в центральную московскую церковь Бычков во время богослужения а там же кафедра такая высоченная кто был в московской церкви знает и кто находится на кафедре это очень хорошая смотровая площадка оттуда все видно левый балкон правый балкон нижний зал все люди очень хорошо просматриваются ну и как-то Бычков заметил на правом балконе одного молодого человека с бородкой и подумал что вот наверное семинарист пришел православный надо с ним побеседовать после окончания собрания закончилось собрание Бычков ему подошел тот представляется я священник русской православной церкви но часто бывает на ваших богослужениях мне нравится ваше богослужение нравятся проповеди они христоцентричные в центре проповеди Христос Евангелие Бычков пригласил его к себе домой когда Мень пришел на квартиру к Бычкову он сразу стал рассматривать книги на стеллажах перебирает книги говорит я книжник но не фарисей книжник я но не фарисей вот таким образом завязалась дружба между Менем и Бычковым и эта дружба была такая плодотворная Мень помогал готовить материалы для библейских курсов которые тогда только-только начинали организовываться в Союз Бартистов готовил лекции выбирал литературу в начале 90-х годов Александра Мене приглашали на нашей юнг инвестиционной компании стадионной последний раз он был в спорткомплексе Олимпийский там как раз была пасхальная программа это была или страстная седмица как сейчас или уже пасхальная неделя после первого дня пасхи и я помню как он ушел через поле стадиона в таком белом одеянии белом облачении к микрофону и проповедовал на тему старственного четверга на тему пасхальной вечери объяснял ее смысл что он никогда не отказывался от контакта с протестантами от участия в каких-то совместных акциях интересно как-то я читал его интервью не интервью а речь и там были такие условия посторонние что у вас есть 10 минут вы можете говорить все что угодно только не говорите слово Бог и мне нужно было сказать самое главное только не говорите слово Бог и очень интересно там так речь построена вообще просто шедевр где-то опубликовано да да в какой-то газете я вам не знаю можно посмотреть в книге есть в сфере по-моему тоже слово Бог ни разу не упоминается но Божье присутствие чувствуется в советскую эпоху многие таким образом пытались как-то пробудить души в официальных изданиях газет журнал но умения остались последователи они и сейчас продолжают его линию его стиль в настоящее время между прочим библейское общество возглавляет друг и соратник Александр Мени священник Александр Борисов он тоже биолог по светскому образованию Мени вначале закончил пушной институт где-то в Иркутске а потом заочно семинарию академию и Александр Борисов он кандидат биологических наук по светскому образованию они вместе трудились сотрудничали сейчас он возглавляет библейское общество приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования от нас зависит будет ли христианское образование доступно поддержите наш проект молитвой и финансами о чем молиться и как пожертвовать вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com если вы попадете в Москву и зайдете вот в этот храм он расположен в центре напротив Моссовета где памятник Юрию Долгорукому представляете Тверская недалеко от Пушкинской площади если вниз так спускаться с левой стороны будет памятник Юрию Долгорукому на коне с правой стороны Моссовет и тут же на сопротив небольшой храм он называется храм Косьмы и Дамиана вот там прослужит Александр Борисов и сама атмосфера этого храма стоит только переступить порог все стены увешаны объявлениями объявления какого рода во вторник в 7 часов музыкально-певческое собрание приглашаются все желающие в среду разбор священного писания книга Деяния апостолов в четверых лекция на тему библейские пророки в такое-то время собирается там группа милосердия которую посещают престарелых это община можно сказать евангельская протестантская очень активная во всех направлениях работает во всех сферах миссионерство там среди детей среди подростков лагеря там детские работа с молодежью с больными с престарелыми с нуждающимися в четверти Продолжение следует...